Уважаемый Сергей Борисович, уважаемые коллеги! Наше сообщение посвящено эндоскопическому лечению ополи верхних мочевых путей. Мы обсудим некоторые аспекты прикутанного или транслутрального удаления ополи верхних мочевых путей. Возможность эндоскопического лечения, кроме онкологических аспектов, конечно, связана непосредственно с техническим оснащением клиники и опытом специалистов данной клиники в эндоврологии. Здесь представлены некоторые исторические моменты, я не буду на них останавливаться, потому что времени не так много, слайдов, к сожалению, много. Но и на некоторые слайды тоже позвольте не останавливаться, потому что предыдущие авторы уже на них ссылались. Что касается лечения, несомненно, этот вопрос, я думаю, что не нужно дискутировать. Нефроторектомия, как бы ее делать открыто, лапароскопическо, роботом, суть не меняется. По сути, это органовносящая операция, то есть приходится удалять почки, мочеточки, то есть весь враты или верхних мочевых путей, в котором может быть ресидев. Но есть группа пациентов, которых выполнение радикальной операции не всегда возможно, по той причине, что, может быть, это опухоль единственной почки, или существуют какие-то другие элективные показания. Вот, давайте посмотрим вот эти слайды. Несомненно, в этих случаях нужно было делать радикальную нефроторектомию. А в то же время представлены случаи, когда удалили подсвинутую опухоль, например, по поводу небольшой опухоли лоханки, и больше по ходу мочеточек никаких опытов образования нет. Ну, здесь можно дискутировать, нужно ли было сделать органовносящую операцию. Но если сослаться на наш, может быть, небольшой опыт, мы бы, конечно, в этой ситуации сделали бы эндоскопическую резекцию опухоли лоханки и активно наблюдали бы за этими пациентами. Конечно, технические возможности современные внедрения в широкого спектра современных лечебных и диагностических методов лечения позволили внедрить эндоскопические органы в сохраняющие методы лечения. Конечно, здесь в то же время хорошее накопление знания патоморфологии опухолевых верхних мочевых путей, которые говорят о том, что все-таки больше солитарной опухоли встречается нижняя третья мочевая точка, где, может быть, не стоит удалять верхнюю часть мочевых путей. Также, видите, встречается где-то до 13% встречается высокодифференцированный рак мочевая точка, тоже, может быть, говорит о том, что, может, не стоит удалять верхнюю мочевую почку и весь мочеточник. Здесь представлены различные современные методы диагностики. Ну, конечно, они нам позволяют на первом этапе диагностировать опухоль, но потом возникает вопрос, что с этим делом. Конечно, в этих случаях не заменены такие современные методы исследования, как уротероскопия. Сейчас в многих клиниках достаточно оснащены жесткими уротероскопами. В том числе гибкими уротероскопами, которые позволяют осмотреть все от устья до лоханки, посмотреть все чашки, то есть полностью понять, где локализован опухоль, есть ли другие невидимые, например, на компьютере образования. Вот видите, в данном слайде такой фубробитериальный довольно большой полип, и можно было посмотреть весь мочеточник, и мы практически обнаружили, что находится основание в лоханке. И в этом случае, если опухоль доброкачественная, почему бы лазером здесь можно основание резиденцировать и полностью удалить это образование. Вот здесь перечислен спектр гибких уротероскопов. Видите, есть возможность осмотра всего, мочеточника, лоханку, всех чашечек, выполнить биопсию. А при наличии современных гольниевых и яглазеров, можно практически выполнить абрацию опухоли, даже размеров до 2 см, произвести последующую биопсию, например, через несколько недель. И активно наблюдать за этим пациентом, не только путем цитологии, а путем, может быть, неоднократных выполнений уротеропиелоскопии и выполнений биопсии. Ну, здесь перечислены современные гибкие уротеропиелоскопы, появились двухканальные биопиелоскопы фирмы Вольф под названием Кобра, которые позволяют одновременно выполнить биопсию, одновременно выполнить лазерную абляцию. То есть технологические возможности расширяются, и, по сути, они тоже способствуют тому, что увеличивается количество эндоскопической операции. Вот здесь перечислены различные варианты опухоли в мочеточниках, период в ротеропиелоскопии. Ну, здесь, в принципе, опухоль-то большая. Ну, видите, вот, например, небольшая опухоль в мочеточниках, хорошо видно основание, и здесь удалить его с помощью лазера, в принципе, не представляется такой большой сложностью. Ну, перечислены варианты органов сохраняющих операции. Ну, о резекции я не буду останавливаться, они уже разговаривали. Здесь можно и открыто, и можно лапароскопические, и другие докладчики тоже, я думаю, на них будут останавливаться. И здесь я перевожу, буду говорить о перкутанной и трансноутральной эндохирургии. Внизу представлен наш материал, в нашей клинике, 146 больных. И видите, в принципе, количество больных, которые подвергались эндоскопическим лечениям, не такое уже большое, но, в принципе, они связаны некоторыми причинами, о которых я скажу в конце своего доклада. Ну, к Вайрландсу я не буду останавливаться, но, действительно, в тех случаях, когда имеется низкий риск опухоль, когда низкий риск цитологии опухоль меньше одного сантиметра, хотя другие авторы переводят до двух сантиметров, когда имеется единственная почка, когда нет инвазии, в принципе, это как бы служит показанием к органов сохраняющей операции. Ну, какие здесь варианты, здесь видите, перечислены показания. Я не буду повторяться. Ну, использование, естественно, лазера, гибких уротерапилоскопов и перкутантный допрос. Доступ тоже возможен при небольших, высокодифференцированных опухолях и чашечке, когда невозможно транснутральное лечение. И, по сути, внедрение гибких уротерапилоскопов привело к тому, что количество перкутантов операции уменьшилось, потому что возможность гибкого, конечно, больше, чем жесткого нефроскопа. Но в тех случаях, когда перкутантный доступ позволяет максимально удалить больших размеров опухоли, когда нет возможности транснутрального доступа, может быть, по техническим причинам, конечно, можно прибегнуть к перкутантному доступу. Ну, здесь перечисленные показания. Это, понятно, единственная почка, когда имеется опухоль небольших размеров, когда хроническая почечная недостаточность или билатеральная опухоль, или верхом мочевых пудей. Ну, элективные показания – это возраст пациента, когда имеется какая-то тяжелая сопутствующая патология, которой больной нельзя подвергать радикальным операциям. То есть появляются работы, когда рекомендуют даже при G3 небольших размерах опухоли тоже выполнять органы, сохраняющие операцию. Ну, как можно удалить опухоль, ну, это понятно, каким образом. То есть электрорезекция, электровапоризация. Вы знаете, есть у ротерезектоскопа фирмы, например, Шторц. Ну, в появлении лазера, конечно, спрос на них частично уменьшился. Но еще другая причина, почему сейчас электрорезекции стали относиться немножко не совсем, ну, да, скажем, ну, не то, что лояльно. То есть количество стриктур после электрорезекции стало больше, чем, например, после лазерной обляции опухоли. Поэтому сейчас стали относиться к электрорезекции опухоли немножко не совсем, ну. Ну, понятно, что это можно транслютурально или перкутанным доступом. Транслютуральный доступ – это, понятно, преимущество, что, естественно, малотравматичный и понятный доступ. Можно полностью осмотреть всю полостную систему. Низкий риск распространения опухоли. Например, если у вас в опухоле локализуется больной лоханки, то можно установить кожу, в принципе, тем самым исключить имплантацию опухоли в клетках во время резекции. И дренирование стентом. Недостатки, конечно, это тонкий диаметр эндоскопов. Не всегда можно, особенно при опухоли лоханки, конечно, с помощью гибких ортопилоскопов, не всегда удается адекватно осмотреть полостную систему и производить резекцию. Бессежеттерапия, да, тоже проблематична. Транслютурально доставить препараты до места резекции не всегда удается. Ну, здесь вот как раз перечислен, вы видите, ортопилоскоп. Здесь методика электрорезекции, как производится. Эта рисунка представлена в книге перкутанной Ренов-Саджере, которая общена в прошлом году. Ну вот, видите, клинические случаи, когда действительно небольших размеров опухоли производится электрорезекция опухоли с помощью петли. А здесь тот же пациент через несколько месяцев производится ортопилоскопия и выполнение биопсии из зоны резекции. Но при этом нужно желательно осмотреть не только зону, и выше до лоханки, и появлением ПДД-терапии, то есть диагностики. Также можно в этих ситуациях прибегнуть ПДД, я о ней скажу в конце немножко. Транслютуральная резекция, конечно, появлением лазера, по сути, я уже говорил, что спрос на резектоскоп уменьшился. Здесь в современном лазере позволяет произвести абляцию. Можно, если есть возможность наличия двух лазеров, при этом можно основную массу после биопсии убрать яглазером, потому что у нее большая глубина проникновения. И основание можно уже с помощью горного лазера уже как бы обработать основание, и при этом шанс перфорации, такой глубокой перфорации будет низкий. Ну вот, как раз в клинических случаях, когда лазером производится резекция основания опухоли, довольно большой фиброэпетериальный полип, и по сути, в данном случае, конечно, учитывая, что это еще доброкачественное образование, выполнять даже перинормальные контролтеральные почки, нефроэктомии, я думаю, что не стоит. Ну, производится вот резекция основания, потом ее последующая обработка. Ну, здесь видим небольшую перфорацию в зоне резекции, ну, по сути, вот она видна от лазера, необходимо установить стенд, конечно, на этом, в принципе, все хорошо заживает. Здесь данные различных авторов, видите, количество пациентов, это соотношение в зависимости от дифференцировки опухоли, строки, наблюдения, количество рецидивов в мочеточнике, в мочевом пузыре, общая опухоли, специфичная выживаемость и количество нефроэктомий. Я как раз выделил вот тех авторов, я не буду на всех останавливаться, тех авторов, которые имеют опыт более 50 операций. Видите, по сути, количество нефроэктомий после операции практически одинаковое. Это каждый пятый пациент, и Игорь Алексеевич об этом тоже говорил. А у некоторых авторов, так скажем, общая выживаемость, видите, колеблется от 60 до 90%. У нас было 17 пациентов, которые выполняли трансноутральную резекцию опухоли мочеточника. Это 15 пациентов было высокодифференцировано, двое низкодифференцировано. И низкодифференцировано это была гистология, полученная уже после, когда было плановое исследование проводилось. И поэтому этим пациентам после получения гистологии о том, что это низкодифференцированный рак, мы уже выполнили нефроэктомию. Осложнения – это, в принципе, все те же осложнения, которые мы встречаемся при лечении камней мочеточника. Это перфорация, структура мочеточника. Ну, можно здесь при структурах лазерной инцизии выполнить, баллонной дилатации, стентирование. Кроветечение – это, в принципе, очень редкое осложнение. Обострение – это, в принципе, те же осложнения, те же методы лечения, которые при камнях мочеточника. Что касается перкутантов, преимущество, конечно, это довольно широкого диаметра, хорошим рабочим каналом инструмент, который позволяет при хорошем освещении, при наличии лазера можно произвести резекцию опухоли, даже до 2,5 см резекцировать адекватно. Хорошее инструментальное обеспечение, то есть хорошие щипцы, в принципе, можно и ножницы использовать для резекции, можно использовать, в принципе, через этот канал обычный резектоскоп 2,6 шарьера. И адекватная бесежеотерапия, то есть при перкутанном доступе. Недостатки, ну понятно, что противоестественный доступ, осложнения могут быть в виде кровотечения и рефлюксов, трудность осмотра всего уротиля, то есть ниже располагающего мочеточника. Ну вот есть такие небольшие недостатки. Ну вот здесь этапы, это, в принципе, этапы такие же, как при удалении камней, то есть создании доступа, то есть можно использовать резектоскоп, можно использовать лазер. Вот в этой ситуации, видите, вот, например, пациент, опухоль лоханки левой почки, нефункционирующая тазово-дистопированная правая почка. Пациент поступил с болями слева, потому что у него витегидронефроз и макрогематурия. Ну, учитывая, что возраст пациента, это где-то около 6-8 лет, если не ошибаюсь, нефункционирующая правая почка, нам оставалось только выполнить ему эндоскопическое, применительное эндоскопическое лечение. Транслутральное, естественно, мы проводили ортопиелоскопию, брали биопсию, высокодифференцированный рак, но транслутральное таких размеров опухоль, конечно, удалить нереально, тем более мы не видим адекватного основания, поэтому мы произвели нефроскопию, видно, вот видите, опухоль, видим катетер снизу установленный, катетер, в принципе, хорошо защищает пиелутральный сегмент от травмы, электротравмы. Видите, производится постепенно резекция, как при туре мочевого пузыря, электрорезекция опухоли, то есть эти удаляются. Наличие кожуха, в принципе, в этой ситуации не дает имплантировать опухолевым клеткам в перкутанном канале, функционном канале. То есть идет такая последовательная резекция, вот видите, объем регистрированной ткани и антиградная пиелутрограмма после операции. Больного мы наблюдали в течение двух лет без рецидива, к сожалению, у нас выполнено наблюдение, потому что он не здесь живет, он живет в Псковской области, к сожалению, вот в данный момент у нас связи с ним нет, мы не можем сказать. Но мы ему еще проводили перкутанную обецежетерапию по методике, которая будет ниже представлена. Вот это данные тоже опять различных авторов, видите, есть довольно солидным опытом автора, 89 пациентов, и при этом количество нефротектомии в последствии было, может, не таким большим. Но если авторы, к сожалению, небольшим количеством больных, 20 пациентов, в половине случаев выполняли последствия нефротектомии, но они, может, это связано с тем, что в их группе было больше пациентов с низкодифференцированным раком. У нас было всего 5 больных перкутанным доступом, 1 больного в последующем было выявлено низкодифференцированный рак, поэтому выполнена ему нефротектомия. Осложнения, в принципе, они такие же, как при перкутанном лечении камней, самое грозное – это кровотечение, травма толстой кишки, плевральная полость – это редкие осложнения. А что касается имплантации ополевых клеток в функционном канале, есть небольшие сведения, всего 0,75%, и при этом они даже, видите, в работе за 1986 год представлены, где Хаус предлагал даже у этих пациентов проводить инстилляцию в функционный канал 5-флуороцила или вводить такие радиоактивные иридии, то есть проводить местную лучевую терапию. Что касается местной, Игорь Алексеевич уже говорил, что, в принципе, это достоверно. Нет данных о том, что местная терапия увеличивает выживаемость пациентов, но в то же время есть работы, может быть, они не рандомизированы, которые указывают о том, что лучше проводить по возможности проводить после эндоскопического лечения местную терапию. Здесь можно использовать метамидцин или БСЖ, здесь представлены как методика проведения антиградной местной терапии. Вот данные различных авторов, в принципе, видите, вот группы пациентов, если проводить вот 89 пациентов, то есть это 89 почек, то есть были, наверное, двусторонние, билатеральные, которым проводились эндоскопические лечения, и проводили различные авторы БСЖ и метамидцин, и при этом, конечно, видите, к сожалению, количество рецидивов достигает 38 и 44% вот тех пациентов, которые было достаточное количество пациентов, а для некоторых авторов даже достигало 54%. Что касается, чтобы избежать быстрых рецидивов, еще СМИ в 1995 году предлагал вот эту методику активного наблюдения за этими пациентами. Этой же методика, конечно, к Вайт-Лансе нет, но он представлен еще в учебниках за 2013 год, где, видите, практически чуть ли не каждую неделю проводить, предлагают билатерапию элоскопии этим пациентам и проводить повторные биопсии из основания резиденцированной опухоли. И при наличии, по сути, высокой, низкой дифференцированности рака, конечно, переходить в нефротектомию, то есть не доводить до того, когда будет запущенная опухоль. И, по сути, естественно, рекомендуют им проводить БСЖ. И практически, видите, в течение 2 месяца, чуть ли 3 раза предлагают делать уротерапиелоскопию. Ну, на данных Вайт-Лансе я не буду останавливаться, другие авторы о них говорили. А что касается сравнения эндоскопического лечения и нефротектомии, здесь, видите, представлен довольно широкий материал, 1227 пациентов, которые оперировали по поводу опухоли-мочиточника. Из них, видите, органы, сохраняющие операции, были 26% и 73,9% это были больницы, которые нефротектомии. И при этом авторы, видите, достоверность нашли только в возрасте пациентов. То есть они обнаружили, что пациентам, которые выполняли органно-сохраняющие операции, это были возрастные пациенты, относительно возрастные пациенты. И поэтому этих пациентов по электричным показаниям выполнялись где-то по органно-сохраняющей операции. И они также изучали, то есть в этих группах изучали смертность от других причин или от опухоли. Но, в принципе, они друг от друга достоверно особо не отличались. Что касается перспектив эндоскопического лечения, конечно, в дальнейшем и так, в принципе, широко развита гибкая ортопиелоскопия, широкое внедрение лазерной технологии, хороший подбор пациентов, конечно, я думаю, приведет увеличение, сравнительное увеличение количества пациентов, подвергающих эндоскопическому лечению. Перспектив – это вот НБА-техника, которая позволяет выявить, лучше выявить, чем при обычном спектре света, выявить опухоли в верхнем мочеточнике, и в этом же спектре можно выполнять лазерную абляцию. И знакомая нам ПДД-технология, которую мы активно используем при раке мочевого пузыря, сейчас автор активно использует при опухоли мочеточника. Аминдиотика простая, они, то есть, видите, из расчета 20 мг растворяют сначала в воде, потом апельсиновым соком и дают за 3-4 часа до исследования. То есть, и после этого выполняется ортопиелоскопия. Видите, в обычном спектре, по сути, можно пропустить опухоль, а в ПДД-режиме, видите, опухоль видна. Естественно, понятно, что и 30-30 лет они большие, и можно выполнить лазерную абляцию, и, наверное, внедрение ПДД-технологий увеличит тоже количество органов сохранения операций. И, видите, проводились исследования, когда проводили в ПДД-режиме биопсии из подозрительных участков, и, по сути, видите, 70% был выявлен рак мочевого пузыря, даже в стране гораздо больше, чем, то есть, специфичных методов информативность больше была даже при раке мочеточника, чем при раке мочевого пузыря. А, в конец, хотел бы сказать, что как раз к вопросу, почему все-таки у нас мало эндоскопических методов лечения, потому что, к сожалению, все-таки эти пациенты больше аккумулируются в онкологических диспансерах, где, к сожалению, не хочется обидеть специалисты, мало опыта в эндоурологии, современной эндоурологии, а в тех клиниках, где большой опыт эндоурологии, к сожалению, мало таких пациентов, которых можно подвергать эндоскопическому лечению. Спасибо за внимание. Почему апельсиновый сок, а не яблочный, скажем? Ну, я думаю, что не принципиально. Это авторы так рекомендуют. Хорошо, спасибо. Пожалуйста. Скажите, пожалуйста, вы сказали, что при плановом патоморфологическом исследовании материала после ТОР, резекции опухоли мочеточника, вы получали в каком-то проценте низкодифференцированной опухоли, в дальнейшем выполняли нефродеректомию. Но в то же время вы говорите, что тенденция есть к апплиативным технологиям, при которых, наверное, материал мы не получим для планового исследования, в связи с этим какой-то процент пациентов попадет в категорию с неблагоприятным прогнозом. Вот как вы видите решение этой проблемы? Спасибо за вопрос. Но я, может, оговорился, я имел в виду, что не плановый. Плановые действительно были ситуации, когда при экспресс-диагностике давали высокая дифференцировка, а при плановой давали низкие дифференцировки. Но при этом это еще не означает, что вы должны сразу же бежать, взять больного, делать нефродеректомию. То есть за ним можно наблюдать и можно выполнить повторную уротерапиелоскопию. Если при повторной вы выявите рецидив и у вас будет низко дифференцированный, конечно, ему нужно лучше сделать нефродеректомию. Я думаю, что да. Если мы говорим о том, что если в нижней трети встречаются солитарные опухоли, единичные опухоли, небольшим основанием, и при этом 20% высокодифференцированные опухоли, а почему им не сделать или эндоскопическую, или сейчас стало там сегментарную резекцию? В принципе, все зависит, я думаю, от опыта клиники, от ее оснащенности. Есть ли еще вопросы? У меня еще вопрос. Махон Георгий Заветович, вот больной, у которого, как я понял, у вас была группа или может быть один больной, экспресс-биопсия показала, что там низкий грейд, а после уже плановые штатные исследования было выяснено, что высокий риск. Судьба этого больного, нет, не прослежена вообще? Был рецидив у этого больного? Я понял, но, к сожалению, пациент умер. Но он получал, то есть, он получал там потом системную химиотерапию, ну, то есть он умер. К сожалению, я и то не могу до конца сказать, что он от опухоли умер или от другой пищи. Хорошо, спасибо большое.